Ребят, вот наша следующая цель. Да, она из-за пожара, скорее всего, забросит. Но наша цель сейчас туда пробраться. Что мы, в принципе, сейчас и будем делать. А, ну, мне кажется, это совсем нетрудно, поэтому пойдем, пока никого нет. Хорошие ребята, мы пробрались вовнутрь этого дома. Давай фонарик сейчас достану, включу. Так, сейчас и фонарик достану. Там какой-то дед проходил, а мы сделали фит, потому что мы подошли в туалет сходить. А вот когда он дошел, мы проникли. Такой дом, который держался на заплях. Да, это как тот дом, реально. Еще у него в польше. И он держится еще более на заплях. Смотри, дверь. Она присверлена к морду. Ну, там уже нет. Так, здесь развалены комнаты. Как-то здесь была комната, диван, вот все. Да уж, конечно, деревянные дома. Хлебко держатся. Особенно после пожара. Ой, комара. Блядь, у меня вырубилась камера. Мне это вообще бесит, какого хера она вырубилась. Теперь полного игрочи снимать. У меня уже второй раз вырубилась камера. Поэтому сейчас быстренько обзорчим, чего мы пришли. Здесь вот такая комнатка. Немножко дико здесь. Здесь туалет был, так как туалет был один. Весь дом вроде как в таких домах. Здесь вот пола нет. Окно. Такая комнатка с такими сохранившимися обоями. Тут тоже было, да? Тут тоже с такими же обоями. Вот. Это похоже чем-то на дом, который на Юпитере находится. Разваленный. Ну, типа реально он держится так-то на заплях. Видимо, здесь был пожар, а здесь пахнет чем-то тухлым. Прям сильно. Здесь тоже комната. Здесь вот такая дверь в ход. Смотри, Сема, смотри, что. Пила. Локси. Ну да. Здесь тоже комнатка. Вот такая вот. А здесь мы вроде бы ходили. Мы здесь, кстати, пойдем в тот конец. Я хочу кое-что проверить. Ну, короче, с камерой вырубилась вот такой вот краткий обзор. У меня вообще пиздец, когда камера выручается, когда не надо. Какой-то камни еще там слушать. Я хочу посмотреть, можно ли здесь собраться. Не надо. Ребята, залез сюда, но на второй этаж я не полезу. Ну, туда кто-то лазил, но я что-то не хочу. Ну, чисто я могу туда залезть вот по этой палке, но не буду рисковать. Там девчонки какие-то стоят. Говно какое-то слушают. Вот видите, можно было бы так-то залезть, если бы лезь не обгорела. Но я не хочу, поэтому мы пойдем изучать дальше заброшки. Здесь еще есть некоторые. Но перед этим зайдем в магаз. Ребят, короче, это дом сгоревший. Сейчас его сфотку. Вот так он выглядит снаружи. Ну, кстати, такие дома раньше вообще часто были. Сейчас их позабрашивали, они поразваливались, позгорали. Отойди. Всякое такое, поэтому их мало. Сейчас осталось. А если даже осталось, то их переделали в современные, как вот этот. Он по-любому когда-то был таким. Сейчас еще с этой стороны вам покажу. Вот так вот он выглядит с этой стороны. Ну, а мы пошли в магаз. Тут вроде Дикси, вон Дикси. Нашли мы еще какую-то заброшку маленькую. Прям в самом людном месте данного поселка, в котором мы сейчас находимся. Что там заброшка? Там могила, как бы. Там могила, что? Ну, какая-то, короче, заброшка, но нахер ее. Ребят, мы идем в заброшенное овощехранилище. Там хранили овощи. И сейчас там, наверное, есть какие-нибудь овощи. Капец. Ну вот, входим в овощное хранилище. Это был обычный галик. Такой галик. О, господи. Здесь был тоже пожар. Везде все поджигают. Везде пожары были. Видите, здесь почему-то очень много дерева. Реально. Ну, теперь понятно, почему здесь был пожар. Может быть, это был какой-то склад дерева, а не склад овощей. О, можно наверх залезть, кстати. Нафига-ка, наверное, все такое же. Ну, посмотрите, бетон порвался. Бетон порвался. Звучит немного нелогично, но... Ну, звучит. Ну, вот такая еще заброшка здесь. Это же, кстати, нижний поселок, что? Ну, и здесь еще один выход. Ну, или вход, без разницы, как это назвать. Ну, а я хочу наверх. Я безумно хочу наверх. Ну, это тебе не... По этой плите забираться, в принципе, нормально. Это тебе не заброшенный, как его там, дом культуры в Пестрецово. Вот, в Пестрецово дом культуры заброшенный. Там реально по плите, если наверх подниматься, очень опасно. Здесь, в принципе, нормально. О! Ну, здесь, в принципе, можно отдохнуть, кстати. Потому что мы долго шли. Мы еще планируем на завод заброшенный ходить, если у нас в конечстве не получится. Вот такая вот заброшка. Короче, ребят, мы и... Я пошел вот в эту заброшку. Эу! Короче, нам надо туда сейчас пройти. Ну, как это, уже не заброшка, это руины, это теплицы. Раньше была? Дим! А! Можно мне дают, что здесь у вас есть? Здесь нет островов. Здесь есть озера, но острова, надо подальше пройти до островов. Там есть только полуострова. Если хочешь, можем потом до них дойти. В общем, я пошел в это заброшенное здание. Ну, уже не здание, а уже руина. Нет, здесь все уже заброшки. Ну, смотри, вот здесь еще не... Ну, это теплицы, короче, были. Здесь, в принципе, ничего интересного. Там еще какая-то маленькая заброшка была. И это вроде как... А, нет, там еще подальше есть заброшки. Да-да-да. И, кстати, ребят, мы сейчас находимся на первой половине вот этой всей локации. И изучаем только одну половину заброшек. То есть, там будет еще 50%. То есть, может быть, это видео разделится на две части. И это типа будет круто. Но у меня что-то... Вот сейчас, в данный момент, сегодня какое число? Сегодня 9 июня. Я не выпускаю видео уже больше недели, так как актив пропал. У меня больше, чем неделя. И в видео всего лишь 4 лайка. Алло, ребят, давайте актива побольше. Иначе я не буду выпускать эти видео летом. Смотри. Там наверху тупо крапивные заросли. Ну, тоже типа это... Энергощита. Так это и есть энергощиток. Правда, здесь опять что-то горело. Чем-то воняет, что-то горело. Ну, короче, типичное старое здание. Ничего интересного. Ну, а мы... Вон еще одно заброшенное. Фигня. Ух, уже устал ходить по этим заброшкам. Все. Как обычно у меня выключилось видео. Там подальше есть еще заброшенная электроподстанция. Вот если я найду фотографию... У меня опять выключилось видео. Блядь, меня это уже бесит. Если я найду фотографии этой заброшенной электроподстанции, я вставлю ее вот сюда в видео сейчас. Вот. А если не найду, то не вставлю. Но это логично, конечно. Так, и сейчас мы подошли еще к какой-то электроподстанции. Ну, мне кажется... Ну, это будет. Ну, да, все. Это, кстати, последняя на этой половине. И сейчас мы посмотрим, куда отправиться. Либо на полуостров, либо на другую часть. Правда, мы сейчас совсем в другом конце, поэтому, скорее всего, на другую часть мы сходим в следующий раз. Ну, может быть, сегодня сходим. Ну, пока что мы на полуостров сходим, а потом уже посмотрим, да. Ну, да, сейчас сходим, получается, на полуостров, а потом посмотрим, пойдем мы туда или нет. Ну, еще посмотрим, удастся ли нам на полуостров пройти. Ладно, ребят, встречся, когда уже будем подходить к полуострову. Короче, ребят, мы идем сейчас на полуостров. Вот, как вы видите, здесь никого нет. И вроде как нам туда идти. На полуостров. Ну, это какое-то тайное место. Разве меня комару уже достали? Они прямо в лицо лезут, что бесит сильно. Ай, смотри, не такое уж и тайное это место. Ну, зато есть повод сходить на другой потом полуостров. Так, сейчас по карте еще сверюсь. Вообще, ребят, мы дошли до полуострова. Вот, пришлись на подорожки. Следовались все заброшки. Здесь можно даже, кстати, купаться, наверное. Здесь в основном рыбу ловят, они купаются. Купаются там. Пойдем пройдемся по полуострову. Смотри, здесь все-то тапки остались. Здесь все-то тапки остались, смотри. Да, ну, пофиг. Ну, дальше тапки, а я хочу пройтись дальше. Посмотреть, что здесь на полуострове есть такого интересного. Слушай, что-то мне уже расхотелось на тот полуостров. Мне здесь нравится. Ну, ну, может, так. Нет, мне так вообще пофиг, где. О, я хочу туда пройтись. На тот край. Глупый лес. Сейчас настигнуто. Кстати, если бы вот про этот полуостров мало бы кто знал, или про тот, ну, вообще, если бы тут бы не было тропинок, людей, рыбаков, то можно было бы здесь построить бы базу. Типа, прикинь, база на полуострове или острове. Можно было бы закрикбейтить и сказать на острове. Но суть не меняется того, что база. Среди воды. Правда, комаров было бы вот так много, с тобой бы просто умерли. Это недостатка крови. О, комаров вообще очень много. Потому что здесь болотина. О, а здесь, кстати, бобры еще есть. Здесь бобровые логовища. О, кстати, плотина бобров. Где? Ой. Здесь болотина. Где? А, это плотина бобров? Да. Прикол. Там вон деревья погрызли. Здесь корни в деревне вымыл. Там какой-то мангал, кстати. Господи, ну здесь комаров очень много. Просто реально здесь невозможно сидеть. Ну, в принципе, так-то здесь прикольно. Здесь вот, если уж строить, то зимой, но мы здесь как-то не планируем базу строить. Ну, а здесь можно рыбачить. Ну, если рыбачить, зацепов будет слишком много. Ну, да. Тем более, видишь? Там прямо деревья были. Там же что-то прямо затопило. Видишь, деревья там раньше росли. Да это бобры, наверное, их погрызли. Они туда упали. Может быть, не знаю. Они бы так не упали деревья. Там еще какая-то тропинка была. Пойдем по ней еще пройдемся. Но мне нравится здесь. Здесь, потому что мало людей. Ну, потому что их пока что тут нет. Одно мне не нравится, это комары. Вот единственное, что мне не нравится. Если что, то я с ножом хожу просто так. Просто я хочу поносить в руках нож. Ребят, все, мы уже устали. Мы сейчас пойдем обратно. Может быть, зайдем на барахолку 2. Не может быть, а зайдем так, как она по пути нам будет. Поэтому это концовка. И в следующий раз мы пойдем изучать вторую половину. То есть вторые 50%. Ну, а пока что, всем пока.